В выходной день в зале Дома культуры Центрального района практически не было свободных мест. Сюда пришли те, кто готов помогать в решении проблем с безнадзорными животными в городе. Руководители приютов и общественных организаций, волонтеры, неравнодушные сочинцы, представители власти. Сегодня было такое предложение создать контактную группу для работы, для рассмотрения всех предложений со стороны общественных организаций, общественников, зоозащитников, чтобы было хорошее сотрудничество между администрацией и зоозащитниками. То есть было принято решение создать рабочий орган, межведомственная комиссия. И туда вошли, сейчас вот люди записывались, очень много людей. Участники собрания согласились, что бездомные животные на улицах главного российского курорта – явление недопустимое. Однако решать проблему нужно гуманными методами. Главный из них – стерилизация животных на льготных условиях или даже бесплатно. Это позволит свести к минимуму случаи незапланированных выводов щенков и котят, ненужных хозяевам и как результат выброшенных на улицу. Обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Друзья, животные бездомные на улице – это дело рук наших с вами. Поэтому давайте все вместе решать эту проблему. На встрече с главой города, собственно, было достигнуто решение, и глава города пообещал изыскать возможность выделения достаточных средств на проведение стерилизации в нашем городе. Этот вопрос – как, когда, каким образом все это дело провести, он будет решаться. Рабочая группа будет контролировать деятельность фирмы, существляющей на курорте отлов, передержку и утилизацию погибших животных. Также зоозащитники готовы всячески помогать существующим приютам и новым, которые скоро появятся в Адлерском и Лазаревском районах. В Лазаревском сейчас подыскивают земельный участок. В Адлере такой приют откроется на территории птицефабрики. В ближайшее время начнется строительство вольеров и необходимой инфраструктуры. Продолжается благоустройство и существующего с 2014 года приюта на Барановке. Работа со всеми коммунальными службами началась. По просьбе Анатолия Николаевича я лично отправил каждому депутатский запрос с четким техзаданием. На сегодня уже Кубаниэнерго ответила – готовы работать. В Сочи свет, ночное освещение готовы работать. Дорожники готовы сделать туда пока грунтовую дорогу, потому что дорога сама не узаконена. И плюс поставят там остановку общественного транспорта. Сейчас ведутся разговоры и переговоры с МУП «Сочи водоканал» для того, чтобы провести туда воду и сделать там лосы, локальные честные сооружения. И самое главное – огородить всю эту территорию. Окончательный список членов рабочей группы, которая вместе с администрацией и депутатами займется решением всех этих вопросов, будет сформирован в ближайшие дни. Но и остальных общественников, неравнодушных к ситуации с безнадзорными животными в Сочи, не оставят в стороне. Подобные собрания решено проводить раз в квартал.